Здравствуйте, Ариэль! Да, добрый день еще раз. У нас сегодня с вами тема об Израиле и как себя жители чувствуют внутри страны, потому что надвигаются большие события. Ощущают ли жители? Вот простые израильтяне, те события, которые ожидаются, которые надвигаются сегодня на весь мир вместе с ними. То есть Израиль сегодня как отправная точка будущего Армагеддона для всего мира. Да, конечно же, ощущают народ сейчас те, кто, ну, естественно, призван в армию или на государственную службу сейчас находятся в своих каких-то структурах и своем графике, скажем так. Они вырваны из семейного графика, они вырваны из текущего экономического своего рабочего графика. А остальное население, оно, конечно же, затоваривается товарами, да, то есть активно штурмуют магазины. Сейчас в магазинах гораздо больше людей, чем это было, естественно, до начала событий. Естественно, с каждой волной вот этих тревог все больше людей, которые понимают, что это всерьез и надолго, потому что с телевидения израильского, да, сейчас идут трансляции, естественно, в формате чуть ли не 24 часа идет новостной фон, да, то есть никаких передач других нет, что понятно, как бы идет постоянно вот этот новостной фон, на котором постоянно присутствуют генералы, по 3-4 генерала в отставке, которые дают свои рекомендации, свои анализы, поэтому очень много информации, которую я здесь озвучиваю, это фактически прямой перевод из того, что озвучивают израильские генералы всему населению страны. И то, что они говорят, что это война надолго, это будет серьезная война на многие месяцы, то есть некоторые говорят 2-3 месяца, некоторые говорят 5-6 месяцев, и мы понимаем, что это война на многие месяцы, которая потребует очень серьезного, скажем так, ну, терпения, да, от самого населения. Поэтому сегодня все домохозяйки в срочном порядке скупают рис, муку, я это сам видел, да, 10-килограммовыми вот этими упаковками, растительное масло, сахар, все это понятно. Перебоев пока с продуктами в Израиле нет, есть точечная просто нехватка, точечный какой-то дефицит, то яиц, то молока, то каких-то, ну, в основном свежих. Сейчас, например, вообще нет помидор, цены на помидоры очень сильно выросли, есть спекуляции с этим делом, вот. Но в целом пока еще продукты, конечно же, на полках есть. Они исчезнут сразу, как Хизбалла начнет обстреливать страну, потому что, например, яйца, да, там, куры, мясо, молоко, это все везется с севера страны. И в случае начала масштабного массированного ракетного обстрела, естественно, все эти фермочки, все эти небольшие производства, они позакрываются, и вот тогда, через неделю, наступят уже большие перебои. Люди закупаются фонариками, и, кстати, я это советую, рекомендую сегодня всем, кто нас слышит, вне зависимости, в какой стране они проживают. Потому что, когда начнется большая война и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Азии, это затронет практически всех. Поэтому у всех дома должны быть радио. Напомните, наши советские радио, ручные, вот эти вот на батарейках, с крутелками, потому что вот эта вся электроника умрет. Вот это ничего работать не будет, абсолютно все эти телефоны, да, вот, компьютеры, телефоны, это все умрет моментально. Не будет ни интернета, скорее всего, ничего. А будет работать простое радио. Поэтому радио, аккумуляторы, сегодня есть хорошие аккумуляторы, генераторы, да, то есть для автономного питания, чтобы у кого частный дом, может купить небольшой какой-то генератор, поставить себе там, ну, 80 литров бензина или дизеля, этого хватит ему на несколько месяцев, да, чтобы там плитку какую-то включать, телефон опять-таки или радио зарядить, или еще какие-то вещи там, электробритву. Вообще покупать очень много инструментов нужно, потому что когда все прекратится, мы сегодня, наша современная, так сказать, жизнь, она происходит сегодня в Алиэкспресс. Если нам что-то нужно, мы не думая зашли за 5, 10, 15, 20 долларов, заказали то, что нам нужно. Вот я себе купил даже ручную кофемолку, потому что не будет электричества, как мы будем пить кофа, кофа пить будет невозможно, нормальный, поэтому я купил себе ручную кофемолку и буду делать себе, вот я уже, да, делаю себе наручную. Это тяжело, это непривычки, необычно, но это важно вот это вот все иметь. Точно так же я купил себе какао-масло, какао-порошок, будем делать шоколад домашний, потому что ничего этого не будет. Маркеты опустеют мгновенно, это же пройдет как... Мамай пройдет, вот в русском выражении есть такое, да, это, нашествие Мамая. Пусто, в советских магазинах было пусто, как после нашествия Мамая. Вот то же самое будет и сейчас, это как бы люди должны понимать и к этому активно готовиться. Например, я вот точно знаю, я говорил с одним из генералов, мы витали к нему, ой, в эту Сербию, Словакию, значит, с израильским нашим генералом. Значит, по контртеррористическим всяким делам. И он тогда нам рассказывал, что когда была война в Югославии, что не проблема была достать оружие и не большая была проблема найти в первое время какую-то еду, потому что, ну, еды, в принципе, ее как-то много. Но была большая проблема с туалетикой, то есть с туалетной бумагой, с влажными салфетками гигиеническими вот этими вот. Люди не понимают, что когда откручат центральный водопровод, так, извини меня, нужно будет умываться как-то альтернативно. Мы же не коты, мы же сами себя вылизывать не можем. Поэтому надо будет вот эти влажные салфетки, это надо не одна, две, три упаковки, это надо двадцать, тридцать упаковок. То есть вот эти вот мелкие бытовые вещи, каждая домохозяйка сегодня должна понимать, что она должна подготовить свой дом, свою семью для того, чтобы хотя бы там три, четыре, пять месяцев иметь возможность прожить в таких вот некомфортных, как мы привыкли за последние 30-40 лет, в некомфортных условиях. Поэтому израильтяне, кстати, это понимают хорошо, особенно пожилое поколение, потому что это люди пережили тяжелые времена, не только, кстати, русскоязычные, те же евреи, которые пережили там войны в Марокко и все эти погромы и в Тунисе, и в Ираке, и где угодно. Они как раз-таки вот это все знают, понимают. И я сейчас очень часто вижу вот этих бабуляк, да, и русских, и нерусских, которые вместе с внуками, с этими тачечками, тележечками идут в магазины и закупают чуть больше риса, сахара, муки, потому что они понимают, что, не дай бог, будет очень тяжело. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, крысы, как известно, бегут с корабля. И вот этот хваленый израильский IT-сектор, вот эти хайтыкисты, которые получали по 10 тысяч долларов, часть из них пошла, действительно призвалась и пошла, и сейчас находится в газе. Вот, но большая часть, они сейчас сидят и думают, куда сбежать. У многих из них есть двойные паспорта, да, то есть там и граждане, они в Германии, в Франции. Ну, Израиль имел право получать паспорта, там были очень легкие условия для израильтян. И Испании, Португалии, Франции, то есть куча стран, которые давали израильтянам паспорта. И состоятельно, потому что это стоило, конечно, определенных денег, усилия, адвокаты. Но, в принципе, там за 30 тысяч долларов можно было себе оформить европейский паспорт. Примерная цена была 30 тысяч долларов, чтобы оформить себе евро, там, да, чтобы оформить какой-нибудь португальский или испанский паспорт. Ну, Франция, Германия чуть дороже. Но все, кто выходцы, их бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки из Польши, из Германии, из Румынии, из Венгрии, они, в принципе, все имеют, из Греции, все имели право получать вот эти европейские паспорта. И многие из них действительно получили. Поэтому у трех миллионов израильтян, послушайте цифру, все количество израильтян, мы знаем, это 9,5 миллионов, включая арабов. То есть евреев, это где-то 7 миллионов человек, чуть больше. Из 7 миллионов, у 3 миллионов израильтян, то есть у 40% населения, есть второе гражданство. Вот это очень важная цифра. У кого-то российская, да, тут у нас сегодня в Израиле проживает 160 тысяч граждан России, да, со вторым российским гражданством, 160 тысяч. Ну и, соответственно, там еще больше американцев и дальше уже полбывающих. Все вместе, около 3 миллионов человек в Израиле имеют второе гражданство. Или, как минимум, они члены семей, тех, которые имеют второе гражданство. То есть они в случае чего смогут смотать судочки и уехать. Поэтому израильтяне сейчас разъезжаются по всему миру. Кто-то в Таиланд, кто-то в Австралию, кто-то в Канаду, ну и так далее. Да, очень много израильтян, это тоже факт. То есть тут как бы двустороннее движение. Они прилетели в Израиль. В Израиль вернулось тоже где-то порядка 150-160 тысяч человек за одну неделю. За одну неделю в Израиль приехало больше 150 тысяч человек. И большая часть из них это мужчины, которые вот пошли служить в армию сейчас по призыву. То есть такое, конечно, есть. Но есть и обратная сторона медали, как у каждого. Да, у каждой вещи. Соответственно, вот израильтяне, которые будут сейчас разбегаться. И вот Россия, они уже некоторые хотят ехать. Но это в основном бывшие члены КПСС. Вот тут из этих 160 тысяч жителей, значит, граждан российских с израильским гражданством, где-то примерно 30-40 тысяч это настоящие коммунисты, как я их называю. То есть они там служили в райкомах, в аккомах, партработниками, были начальниками отделов кадров. Ну, в общем, номенклатура. Те, которые имели в Советском Союзе, всегда доступ к колбасе. Да, именно поэтому их называют колбасная вот эта алия. Вот. Они, значит, все планируют, многие ехать обратно в Россию. И уже звонят в посольство российское. А ви нас будете вывозить? А когда будут бесплатные рейсы? А вот Голландия, она дает бесплатные рейсы. А когда нас будет эвакуировать? Это абсолютно реальные ситуации. Они там группы, не в Телеграме, а в Фейсбуке списываются. То есть это вот такая вот идет... То есть очень весело. Здесь абсолютно не скучно. Палитра очень разноцветная, происходящая в Израиле. То есть такая пестрая разноцветная палитра социальная, которая происходит сейчас в Израиле. Но это вот как все равно, что борщ варить. Да, там много разных красок. И лук, и морковка, и свекла. И вот эти все кусочки. А они бурлят и плавают. Вот. И поэтому, конечно, Израиль, он выглядит очень сейчас пестро. Но по Израилю будет принесен серьезный удар, потому что, еще раз, здесь очень важна сакральная жертва. Без сакральной жертвы нельзя совершать крупные социально-политические мистерии. То есть как действуют за кулисы? Они сначала проводят некую духовную мистерию. То есть это некий акт, который дает импульс для реализации планов в реальном физическом мире. Вот эта мистерия, она, как правило, связана с человеческими жертвоприношениями. Потому что человеческая кровь – это самый сильный импульс, самый сильный заряд для вот этого импульсов, затем социальных, политических реформ. И поэтому, конечно же, надо будет приносить еще жертвы. И это самое. Простой народ, конечно же, будет ему не просто выкручиваться за каламбур такой словесный. Но это факт. Это то, что будет происходить. Очень много подхалимов, которые сейчас пытаются и тем и другим угодить. Особенно вот эти левые. Это бывшие, опять-таки, друзья ТПСС, друзья большевиков, которых по всему миру было много. Но были среди них идеологически хорошие люди, которые хотели равенство, условно, бракство, чтобы медицина была бесплатная, образование бесплатная. То есть у коммунистов же не было все плохо. Они же не желали зла абсолютного. Они были плохая как система, потому что коррупция и все дела. Но, в принципе, они хотели всем образование. Но в основном это были вот эти вот захребетники, которые хотели за счет колхоза ничего не делать самим, но все благо получать. Вот то же самое сейчас происходит. Вот эти левые, это самые ядовитые змеи, которые вот они уже сейчас ползают по телевидению израильского. Меня вот хотели пригласить на русскоязычное телевидение. Я не пошел, я вам честно скажу. Потому что, когда я услышал, кто будет сидеть рядом со мной, я сказал, я не буду сидеть рядом с этими фашистами. Потому что я себя просто сдержать и говорить нормально я не смогу. Потому что рядом со мной будут сидеть фашисты, которые раздували эту войну. Раздували войну в Украине, там, неважно, по всему миру. И вот они сейчас самые такие защитники еврейского народа. Он сидел в Москве, когда я здесь, в Израиле, служил в израильской армии. Эта курва сидела в Москве на кремлевских деньгах. Папа, там, отец у него там генерал МВД. Кто это, мразь, может быть? Кто ты можешь быть тогда, мразь такая? А я служил в израильской армии, в Южном Ливане в том числе. И он сейчас главный еврей, защитник еврейского народа, солидарность и это сам. Какая солидарность? Это же просто издевательство, замыливание глаз. Я сказал, я буду говорить вот в таком ключе. Они сказали, нет, 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 мы так не можем, потому что у них свои ужинки. Потому что все русскоязычное целевидение в любой стране, оно управляется Кремлем. В Израиле девятый канал управляется Кремлем, потому что он принадлежит олигарху, там, Александр Верин, который связан с Кремлем. Такие передачи там озвучивают. Естественно, про кремлевские. Сами журналисты многие, они против. Они как бы, многие из них вообще выходцы с Украины, поэтому они как бы стараются освещать это в пользу Украины, допустим. Но все равно вот это вот гадкое влияние, то есть они имеют влияние, кого приглашать на вот эти вот каналы, и чтобы делать видимость, видимость полярности. На самом деле нет никакой полярности. Израильское общество едино, что сейчас время воевать. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Сейчас время разбрасывать камни, да, то есть воевать. Сейчас идет, есть центростремические, да, силы, которые наоборот, на расширение идут. Вот, вот такие дела. Поэтому, конечно, я сотрудничаю с этими. Мало того, все русские журналисты в Израиле, практически все, были прикормлены российским посольством. Есть же фотографии. Они ходили туда навстречу в российское посольство, им там бутерброды с икрой, их кормили. Они так довольны. Это было еще не так давно. Это было вот до начала ковида, да, до пандемии. Все наши израильские журналисты с таким удовольствием, с таким раболепием. Они там блевали в кусты, да. Вот реально там стояли, значит, это проходило в крупной гостинице, дан, тель-ави, вот эти сходки. Они там так нажирались и напивались, что они в эти кусты блевали, которые там стояли. Это вот показывает уровень вот этих вот продажных журналистиках, которые сидят во всех этих радио, во всех этих телевидениях. Ну, официально, я имею в виду, крупных. Вот такая мразь, да, вот такая социальная мразь, которая существует. И, в принципе, они будут купаться в этом как сыр в масле до самого конца. Но конец за ними придет неизбежно. Потому что наверху на небесах, в духовных мирах, идет четкий счет. Кто с какой руки кушал? Ты с какой, с чьих рук ты кушал? Потому что в Талмуде сказано, собака не укусит руку дающего, да. Это же известная мудрость. Зверь, который кушал с определенной руки, он не укусит эту руку, вот эту, которую он запоминает. Запах, кто его кормит. Вот. Поэтому они как бы рассчитывают, что никто это не видит, все это забыли и все это не помнится. Это все вспомнится. Это все вскроется. И, как бы, оплата по счетам, она более неизбежная, чем в налоговую или через банки. Кстати, банки очень большую здесь играют сейчас роль. Потому что они до сих пор мытарят людей судным процентом. И вот за это мытарство судный процент надо немедленно запретить. Это должен быть закон. Если его принять, то это снизит количество жертв человеческих. Потому что судный процент создает ужасную психоэнергетику. Вот именно судный процент. Это большой злой, поэтому он запрещен и в Коране, и в христианстве, и в иудаизме. Он тотально запрещен. Но, тем не менее, его продолжают использовать. Им пытаются манипулировать. Вот. И Израиль поэтому, кстати, пошел. И банки израильские заморозили, значит, часть вот этого судного процента. Потому что те люди, которые управляют банками, они все это знают. Деньги – это кровь общества. И когда ты берешь судный процент, это равнозначно пролитию крови. Вот в чем момент. Причем деньги на правильном иврите, на высоком иврите, имеют тот же корень, что и кровь. Домин. Вот. Он до сих пор немножко используется. Вот. Поэтому это вот эти все, конечно, они известны тем, кому нужно. И, к сожалению, вот эти, которые продолжают выслуживаться, да, служат каким-то теневым, значит, заказчикам, они заплатят за это, в конце концов, высокую цену. А простой народ должен максимально готовиться. А это значит батарейки, рис, сахар, иметь какие-то там генераторы. Понимать, что ты будешь делать в случае наступления ЧАЭС, да, вот как тот генерал предупредил свою жену. Снимай деньги, иди сейчас закупайся по тому списку, что мы ранее согласовали с тобой. И она сказала, да, хорошо. Она даже, когда она спросила, а что происходит, он просто отключил звонок. Просто отключил разговор, да, потому что, естественно, это говорить нельзя, потому что все знают, что сейчас все спецслужбы максимально активизировались, и все друг друга прослушивают, и читают, и контролируют. Но это уже как бы, уже это, они хотели, чтобы это был контролируемый хаос, но это уже неконтролируемый хаос. Уже звенья и цепи пошли один за одним, и система будет неизбежно обваливаться. То есть шанс ее восстановления или ее остановить каким-то образом уже невозможно. Это титаник, который уже пошел на дно. Он уже получил пробойны, и с каждой новой неделей пробойны будут становиться их все больше, и они будут становиться и числом больше, и по масштабам они будут становиться. Поэтому сейчас посыпется вся экономика, как в начале пандемии, начнется, прекратят отгружать товары, начнутся перебои с товарами по всему миру, с ресурсами. Нефть уже взлетела, цена на газ уже взлетела. То есть вот это только первые симптомы, да, бури. Вот это вот тот ветерок, который перед грозой, да, наоборот, точнее вот та вакуумное спокойствие, которое перед грозой, но уже процессы мы видим. Тучи сгущаются, вот эти тучи сгущаются, такие серо-черно-темно-синие, да, нависают перед грозой. Вот то же самое происходит уже сейчас, и это потихоньку-потихоньку, вся эта пена, она подымается и будет выплеснута через край в тот момент, когда прозвучит вот этот колокол, и официально начнет, будет дан старт события Мармагеддона. Я думаю, что, конечно, так все и будет. Единственный еще вопрос. Как вы думаете, когда все это начнется? Вот это основное большое глобальное жертвоприношение, к которому Путин поехал к СИ договариваться, Байден прилетает в Израиль, тоже договаривается. На какое время они назначили? Я сделаю вам подсказку. Мы как-то с вами проговаривали уже эту дату, которая может быть приравнена к дню рождения Чингисхана. Помните, мы с вами говорили? Да. День рождения Чингисхана, не знаю, каким образом, но вычислили и празднуют 14 ноября. Это день рождения Чингисхана. Полагаете ли, что вы к этой дате это будет приурочено, вот это большое жертвоприношение? Или накануне, я не знаю, до конца еврейских, скажем, ритуалов пожертвенности? Я вам так скажу, я вам скажу, что сейчас по еврейскому календарю идет месяц Хэшван. Его называют Мар-Хэшван. То есть это злой месяц. Его можно перевести дословно, это злой месяц. И дело в том, что 14 ноября, ведь мы говорили, что календари, они разные. У китайцев же другой календарь, у европейцев другой календарь, у евреев другой календарь. Поэтому назвать дату по какому-то конкретному календарю, это будет сложно. Скорее всего, надо привязываться к календарям звездным. То есть либо солнечный календарь, день солнцестояния, или равноденские какие-то, я не очень силен в этом. Либо к еврейскому лунному календарю, потому что он постоянный. Фазы Луны, мы же видим их на небе постоянно. Вот он месяц, вот он убывающая Луна, полная Луна, новая Луния, полная Луния. Соответственно, я думаю, что да, вилка будет скорее всего здесь, ну условно назовем, с 10 ноября по праздник Хануки. Праздник Хануки это как раз таки праздник войны, потому что это праздник победы в войне евреев против греков. Да, и он имеет, это рукотворный праздник. Ханука не имеет в Библии корней, то есть она не записана как праздник в Пятикнижнем Анисеевом. Это установленный мудрецами, так называемый, раввинами, да, установленный раввинами праздник, который имеет прямое отношение к третьему храму. А вот эта война в Газе, ее главная цель, это начало строительства третьего храма. Соответственно, война должна закончиться и должен начаться строительство третьего храма. Мы знаем, что строительство третьего храма должно начаться после Песоха, потому что Песох это праздник освобождения, то есть это примерно в апреле следующего года. И мы знаем, что война должна длиться максимум полгода, ну по количеству дней, которые описаны в книге опять-таки Откровений. Соответственно, если мы берем Песох израильский и отчитаем полгода, то мы как раз получаем ноябрь, да, ноябрь, то есть ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Шесть месяцев. Вот это вот полгода, которые критические. Естественно, мы тоже знаем, что основные жертвы всегда бывают в начале, в первой фазе войны. Это всегда так происходит, а потом уже идет сам процесс войны и ее завершение. То есть мы понимаем, что самое горячее время и самое опасное время, это правильно вы сказали, это ноябрь месяц. Вот сейчас это будет самый, вот у них возьмет неделю-две, точно так же, как визит Хамаса к Лаврову в Кремль и через две недели атака. То есть они договорились, надо было оперативные планы утвердить и начать. То есть это берет примерно две недели. Соответственно, если мы видим, что Путин прилетел сегодня к Сидзепину договариваться открыть второй фронт в Тихоагианском регионе, чтобы там Северная Корея или Китай нападет на Тайвань, ну, скорее всего, сначала Северная Корея, а потом Китай на Тайвань. Вот я это вижу в таком масштабе. Или наоборот, Китай нападет на Тайвань, увидит, что у него не получается, как не получилось у России с Украиной Блицкрига. И вот тогда он даст команду Ким Чен Ыну нанести ядерный удар. Раз не получается, ну, тогда пошли в разнос. То есть вот эти сценарии я не обладаю полной информацией. Я понимаю, что и у них может быть несколько сценариев, на самом деле, рабочих. Но то, что они будут идти один за одним, это очевидно. Первый мы видим Газа, Ливан, Хизбалла, то есть Иран. Это четкая стратегия. Китай, Тайвань, Северная Корея. Кто первым, кто вторым начнет, кто за кем пойдет, я не могу судить. Ну, во-первых, я не нахожусь в том регионе. Мне тяжело это анализировать издалека. Да, я не владею никакой такой серьезной информацией. Языком я не владею. Поэтому я не могу этого знать. Но я бы ставил, да, на 20 числа ноября. То есть это может быть с 14 по примерно 20 какой-то ноября. Вот это будет самый опасный период для человечества. Вот в этот период лучше всем быть поближе к дому, уже с собранными сумками, уже зная маршрут, куда вы поедете, уже с какими-то там договоренностями с друзьями или с родственниками, кому кто приедет, где вы будете организовываться. То есть вот эти все моменты надо утвердить. У вас действительно остались последние две недели спасти себя и своих близких. Да, да. Я тоже так думаю. Но начало-то, как вы сказали, плюс две недели, это у нас выйдет на начало ноября. Я полагаю, что, видимо, что-то произойдет в первых числах ноября перед 14-м. То есть предваряя что-то, должно произойти какое-то событие с 1 по 4 ноября. Возможно, это будет как раз в это время. Но это такой прогноз, который мы можем дать только предварительно. А все остальное вы сказали совершенно верно. Видимо, так все и будет. То есть вы же тоже говорите из расчета религиозных всяких книг, которые, собственно говоря, и есть план, по которому живет человеческая цивилизация. И основываясь на этом, мы с вами делаем прогнозы. Спасибо, Ариэль, большое вам за сегодняшнее общение. И очень познавательно, я думаю, для всех наших слушателей это очень важное сообщение, которое есть уши, а не вас услышат. Спасибо. Да, спасибо вам. Всего хорошего. Я надеюсь, я желаю спокойствия и мира. Естественно, чтобы всем могли пережить эти непростые времена. Но лучше быть готовым морально, чем потом как бы застать, чтобы это событие застали врасплох. Спасибо. 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 Спасибо.